На пути духовной жизни, рано или поздно, каждый из нас задается таким вопросом. Как начать бороться со своими страстями? Ну, слушайте, это не ко мне вопрос. Я еще не начинал. Ну, в чем дело. Это может быть светоотеческим включением, потому что очень много в этом. Ну, нужно начинать с того, говорят они, малого, что мы еще можем сделать. Например, сев за стол, я не могу выйти из-за стола, чтобы еще есть хотелось. Ну, невозможно. Ну, я надеюсь, все меня понимают, правда? Все понимают. Иоанн Листвичек об этом очень хорошо написал. У него есть Листвица, там все по ступеням. Одна из этих ступеней называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Замечательно. Чреве. Замечательно. Ну, еще бы. Поэтому я не могу, конечно. И предлагают святые отцы, предлагают вставать из-за стола, чтобы немножко еще есть хотя бы хотелось. Но я не могу. Я не выяснил, ну что? Это уж надо быть не знаю каким святым. Ну, тогда они, ну ладно, говорят, ну хорошо, ну не можешь, ладно. Тогда, говорят, ну возьми хотя бы вот такой пример. Есть такая замечательная книга «Душеполезное поучение» одного из святых Аввы Дорофея. Там однажды у него появился ученик, один солдат, Досифей. Такой очень простой человек, совсем простой. А в монастыре питались просто, ну, что называется, хлеб и вода. И Досифей любил покушать, ну, как и положено солдату, естественно. Ну, ел очень много, конечно. Ну, и Дорофей видел, что он слишком уже так, да, увлекается чреву бесием. И поэтому, говорит, давай, Досифей, мы с тобой, ну, попытаемся что-нибудь делать. И предложил такой прием. Говорит, вот видишь, Досифей, вот ешь хлеб. Вот такой буханочка. Ну, как, Досифей, скажи, когда тебе хватит? Вот он съел эту буханочку хорошую. Говорит, да, пожалуй, я наелся. Наелся, отче. Ну, хорошо. Ну, а теперь, Досифей, давай вот так. Разрежем эту буханочку пополам. Половиночка этой буханки еще пополам. Четвертинку еще пополам. Осьмушку еще пополам. Теперь остается одна шестнадцатая. Ну, Досифей, вот теперь знаешь что? Ешь, но одну шестнадцатую отложи. Тот съел как Досифей? Сыт? Ну, немножко бы я съел бы еще. Ну, ничего, Досифей, ну, потерпи немножко. Немножко ведь ты же, да. Через неделю? Ты спрашиваешь, как? Говорит, ой, сыт. Без этой шестнадцатой. Ну, теперь давай еще одну шестнадцатую. Представляете, принцип какой. Правда, интересный? Еще одну шестнадцатую. И так постепенно Досифей, этот могучий воин, стал есть столько, сколько, ну, оно и нужно. Не объедался, в общем, одним словом. То есть нашли миру, с ним разумную меру. Так говорят. Я о чем говорю? Есть некий вот такой способ. Мы очень слабые люди. Действительно. Это каждый должен сознаться. Ну, не можем мы. Это я привел пример просто с пищей, а с другими вещами. Попробуйте по городу пройти, чтобы глаза не вращались вот так, как плошки. Попробуйте сойтись с своими знакомыми, не осудить всех на свете, кто только попался, начиная с высших до низших. Ну, правда же, мы насыщие, очень святые люди, да, ах, то есть грешные, извините, да. И вот так у нас. Так вот. Советуют, дают такой совет. Воздержись в том, в чем ты еще можешь воздержаться, что имеешь еще силы. Ну, например, всех на свете пересудил. Ну, вот еще одно хочется. Ну, уже так, можно и ничего, уже не имеет большого значения. Ну, воздержись. Ну, воздержись от этого. Ну, хотя бы одну минуту пройди по городу, не поворачивай свои глаза направо-налево. Ну, попробуй, хоть этот телевизор несчастный, да. Не левые пятки, а правые, закрой его. Ну, еще что-нибудь такое. Принцип какой? Начинать нужно с того, что я могу. Действительно могу. Потому что многого я действительно не могу. Ну, не могу и все. Ну, как хотите. Это как, знаете, один мне прислал письмо, как бороться с пьянством. Я не могу, я спиваюсь. Я спрашиваю батюшек, они говорят, не пей. Он говорит, ну, что ж это такое? Я не спрашиваю о том, как не пить, они говорят, не пей. Уж больно простой рецепт-то. Вот так. Ну, вот пришлось ему вот такой вот совет, как Ава Дорофея предложил. Начинать нужно с того, немного маленького, что еще мы можем. Ну, вот сел нога на ногу, например, правда? Не просто так. И вдруг вспомнил. О! И никто не знает, почему я вдруг ногу снял. Снял, и все. И никто ничего не знает. Это почему я снял ногу с ноги. Правда же? Почему я вдруг отвернулся и не смотрю? Еще что-нибудь. Начинать нужно с того, что действительно еще я способен, будучи абсолютно слабым человеком. Так же, как это делают атлеты, спортсмены. Вы знаете, что наука, которая в духовной жизни, которая называется аскетика, происходит от греческого слова аскео, то есть тренируюсь, упражняюсь. Вы что думаете, те силачи, которые поднимают там 200 килограмм, что-нибудь так прямо и начали, что ли, с такого? Да ничего подобного. Начали совсем с небольших гиль. Совсем с небольших. И видите, что достигли. Так и здесь. Но требуется что? Постоянство. А не так. Один раз с ноги снял, одну ногу с другой, и забыл. Нет, постоянство в этом требуется. В этих мелких, кажется, незначительных вещах. Но постоянство, постоянное внимание. И вот тогда, оказывается, происходит некая тренировка. Так же, как у спортсменов. Мышцы укрепляются, становятся все более сильными. Ножки более бодрыми. И смотришь, спортсмен начинает так понемножку двигаться, продвигаться. Вот, наверное, какой способ. Способ. Но это только одна из сторон, конечно. На самом деле, эта наука очень немалая. Ещё один момент, без которого абсолютно невозможно никакого начала духовной жизни. – это борьба с мыслями. С мыслями и своим воображением, и с мыслями. Если мы не будем бороться с мыслями, ничего не достигнем. Слышите? Ничего. А, к сожалению, мы и грехом-то это не считаем даже. Я же никому вреда не делаю, правда? Что я в себе там какие-то картинки рисую. Ник, да? Да ты хуже делаешь. Ты себя калечишь. Себя калечишь. Этими своими картинками, мыслями, планами и прочим. Борьба с мыслями. С какими? С дурными, естественно. Почему святые отцы и советуют приучать себя к правильной молитве? Правильной молитве. Какой правильной? Которой только с вниманием. Без внимания – это не молитва. Надо запомнить, это самообман. Слышите? Самообман. Когда я трещу молитву. Тра-та-та-та-та. Это самообман. Ещё раз повторяю. Правильная молитва только та, которая с благоговением совершается и вниманием. К этому надо приучать себя. Именно приучать, постоянно напоминать себе. Как только мысль пришла, опять. Вот в этом отношении есть замечательная молитва, оставленная нам святыми отцами, которая называется молитвой Иисусовой. Вот, когда я говорю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души. От всей души. Разве это долго сказать? Это же совсем недолго. Раз, два, три, несколько раз. Сказать. И исчезло дико. Опять пришло. Пришла на память. Опять сказать. Опять сказать. Вот таким образом человек, постепенно приучая себя к этой молитве, он постепенно начинает вести правильную борьбу с мыслями. Он становится способным уже бороться с мыслями и бороться с многими другими вещами, с которыми до сих пор он даже и представить себе не мог какую-либо борьбу. Вот, может быть, вот такой, говорят, Пути. Но я-то, правда, не знаю. Какие явные признаки пришествия Антихриста? Возможно ли принять печать Антихриста незаметно для себя, или всё-таки это будет сознательное отвечение? Как не впасть в ересь или штрихофобию, но и не пропустить нависшую ведущую опасность? Вы знаете, здесь нужно обратиться к учению святых отцов. В этом отношении очень хорошо по этому вопросу пишет Игнатий Принчанина. И он прямо говорит, что внутреннее наше отступление от Христа, внутреннее отступление, внутреннее принятие всего того, что связано с отступлением от Евангелия, от Евангелия как такового, от заповедей Божьей, вот это отступление, оно приведёт человека незаметно к принятию самого характера жизни. Характера жизни какой? Не христианской. До каких вещей это может дойти, мы сейчас уже можем это видеть. Очень хорошо на таких ярких уже примерах. Прям ярких примерах, выпиющих примерах. Вот пока ещё мы можем вот говорить, ещё пока, вот я боюсь, это уже последнее время, уже последнее, когда можем сказать, можем сказать, садомизм – это грех. Обождите, на Западе скажите. И в тюрьму укатаете. Ну, в тюрьму укатаете, ладно, это политика государства. Хуже другое там. Так называемые церкви. Церкви. Протестантские церкви. Протестантские церкви. Уже заключают, уже церковные, осуществляют церковные браки этих людей. Вы слышите? Я помню, это уже давно было. Однажды в Америке я проспорил. Ой, какой приём проспорил. До сих пор жалею. С одним, да, который мне говорил о любви, об этой несчастной гомик этот. Да. Представляете? Уже, слышите? Уже вещи, откровенно осуждённые Священным Писанием, уже возводятся на какой уровень? Уровень добра. Вы понимаете, что такое антихрист? Вместо Христа, вместо заповедей, оказывается, грехи называются добродетелями. Это самый такой вот яркий пример. Ну, это яркий пример. А вообще это будет касаться всех, всех, всех сторон жизни человека. Когда полная устремлённость... Вы обратите внимание сейчас, вот этот гуменизм, так называемый, этот Всемирный Совет Церквей. Вы посмотрите на повестку всех конференций, которые он проводит. Вы просто ахнете, что там обсуждается и в каком ключе. Вот я постоянно привожу, ну вот, так уже, есть и целый ряд других, но постоянно приходится приводить конференцию в качестве примера, примера, которая была Всемирной конференцией. Слышите? Международной, Всемирной, Христианской конференции на тему, почему и привожу я – спасение сегодня. Слышите, ну, что ещё более христианского можно придумать, тему какую? Правда же? Спасение сегодня. Ну, что вы думаете? Вы что думаете, там шло спасение от греха, что ли? О соборлении души от страстей, что ли? О жизни, что ли, по Евангелию? Ой, какие тёмные, если кто так думает! Ничего подобного! Эти несколько сот христианских церквей этих протестантских, которые собрались там, оказывается, о каком спасении говорили? От спасения от болезней, от эксплуатации, от транснациональных корпораций, от расизма, от безработицы. Господи, от чего угодно! Единственной темы только не было – спасение от греха. Слышите? Вот вам уже! Уже забыли! Небо уже забыли! Его уже нет! И это неудивительно! Потому что в протестантизме, возьмите, самая основная протестантская вещь, с которой начался протестантизм, весь целый, лютеранство. Что там лютер учил? Что не учит? Вы знаете, себе представить не можете, просто какой кошмар! Верующему человеку вращаются все грехи – прошлые, настоящие и будущие. Почему аплодисментов нет? Ура! Всё! Ура! Я верю! И, Господи, давай, не мешай мне жить! Я верю, что ты пришёл! Верю! Что такое верю? Что за абсурд! Что за насмешка! Увидите! Для нас звучит дико, да? А вы представьте себе! Теперь представьте себе! Вот, сидим за столом! Вот, как я сейчас сижу! Вот, с одной стороны, наша делегация, с другой стороны, стола, стол пошире, конечно! Их делегация! И нам такие вещи говорят! Мы начинаем говорить, что вы? Христу же в Евангелии что говорит? Когда ему приходят и говорят, не твоим ли именем, Господи? Мы бесовы сгоняли, мёртвых воскрешали, прокажённых очищали, и тогда я им отвечу, отойдите от меня, делающие беззаконные, беззаконные! Я никогда не знал вас! Говорим им! Ноль внимания! Ну что, отказаться от такой сладкой конфетки? Вы что, ничего не делаем? Уже прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай! Что ещё нужно? Вы слышите? Целое направление! Куда оно может привести? Вот к тому, о чём я вам сейчас сказал! Целые конференции международные, всемирные, кого? Христиан! Чему посвящены? Спасению от... Только не греха! Только не греха! Недаром! Во Франции недавно провели опрос. Как вы думаете, куда вы после смерти попадёте? Сто процентный ответ! В рай, конечно! Конечно, в рай! Ещё бы! Вы слышите? Вот! Вы говорите, как антихрист! Что там эти штрих-коды несчастные? Господи! Мы цепляемся на эти внешние вещи, не смотрим в себя! Что? Разве штрих-код меня погубит? Меня погубит алчность? Меня погубит зависть? Меня погубит ненависть? Вот что меня погубит! А мы – это штрих-код! Как хорошо! Без штрих-код – и всё! И я свят! Какая чушь! Вот когда действительно встанет вопрос о том, вот знак какой-то внешний, и этим знаком ты принимаешь вот этого человека, который объявит себя Христом, в качестве Христа, Спасителя. Итак, принимаешь или не принимаешь? Вместо Господа Иисуса Христа. Вот тогда – да! Вот тогда – да! Тогда этот внешний знак, как крестик мы носим, как знак нашей веры в Господа Иисуса Христа, так там тоже тогда это будет вместо крестика, вот повесь-ка вот эту вот звёздочку, вот тогда – да! А это – такая чепуха всё! Ну, что это за глупости? Просто диву даёшься! Всё мы ищем, вот это – внешние стороны. В себя не хотим заглянуть! Никак в себя не хочу! Все вокруг меня виноваты! Все вокруг меня творят, Бог знает что! Всюду антихристом прыгает! Только один я – хорош! А я – хорош, один православный! Вот беда-то какая! Вот где отступление от Христа! Вот где принятие антихриста! Принятие образа жизни противохристианского, противевангельского! Вот где принять! И тогда человек, который примет этот образ жизни антихристианский, он с восторгом примет и антихриста, который провозгласит себя всемирным царём, освободителем и благодетелем человечества! Вы слышите? Благодетелем человечества! Видите, чего ищут? Международной конференции. Видели, от чего освобождение? Спасение – это от чего? И он придёт и освободит! По крайней мере, видимость создаст освобождение от этих вещей. Так то, что и нам и надо! Больше нам никого и не надо! Царь-батюшка! И всё! Что ещё нужно? Вот так! Причём, очень любопытно, кстати, в связи с этим вопросом, когда Нектария Оптинского спросили, а будет ли у нас царь? Он ответил, антихрист, антихрист, антихрист! Только трижды сказал. Это поразительно! А до него Игнатий Бринчанинов пишет, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Слышите? Видимо, очень податливы на это. Очень податливы, наверное, ищем мы такого царя, о котором говорит Нектарий Оптинский. Ой, как бы этого не случилось! Ну, ладно, пожалуйста, сейчас сделаю. Считаю себя верующим человеком, но на церковные службы ходить не могу. Молитвы при большом скоплении людей не получаются. Скажите, обязательно ли ходить на службы? Или достаточно молиться керейно? Ну, вы знаете, я думаю, что обязательно надо ходить в храм. Дома человеку сложнее помолиться, как правильно. Это очень трудно. Потому что я не знаю, что это значит, он говорит помолиться. Вы знаете, что совершенно исчезла у христиан молитва. Слышите? Исчезла у христиан молитва. Молитву мы заменили чем? Вычитыванием молитв. Вычитыванием выслушиванием да причём каким вычитыванием, каким выслушанием, во время которых бродим по всему миру. Исчезла молитва. В храм ходить очень полезно. И я бы сказал, необходимо. Потому что всё-таки само богослужение, само чтение, сами песнопения, если, конечно, там не рок богослужения, потому что кое-где уже, наверное, бывают уже такие, только держись. Я одному регенту так сказал, благодарю тебя за великолепный рок-концерт под названием Божественная Литургия. Вот. Если не это, конечно. А так, ну что вы, богослужение помогает, хоть немножко, знаете, освещает как-то. Здесь иконы, общее направление, общая такая атмосфера. Надо ходить в храм и не оправдывать себя, что там скопление народа, что я, мол, не могу, что меня там рассеивает. Проверьте себе, увидите, что дома в 10 раз ещё больше рассеивает. В храм ходить нужно. Это очень и очень полезно для человека. Интересный вопрос, как раз, может быть, по адресу здесь Алексей Ильич. Поясните, пожалуйста, как, признавая халкидонское соединение природ во Христе, понять фразу Христа, которую мы совсем недавно слышали, или-или, или массово склонило. Боже мой, Боже мой, почему ты отставил меня? Мы почему-то обращаем внимание только на эту фразу, а не обращаем внимание на целый ряд фраз, которые также звучат так, как это мог бы сказать просто человек. Сколько угодно! А как понять, что Христос заплакал, когда увидел слёзы Марфы и Марии об умершем Лазаре? Как понять, что Он спросил, где его похоронили? Целый ряд же таких фраз! А как понять, что Он молился до кровавого пота? Надо... Нам очень трудно, вы знаете, понять Бога-человека, поскольку это уникальное, уникальное, то есть единственное явление в мировой истории. И поэтому нам очень трудно понять это сочетание Божества и человечества в одном существе Бога-человека. Но мы не можем... Мы всё по себе меряем это. Так же, как мы не можем понять, что это такое вечность? Что это такое вечность? Бесконечное время? Нет. Застой? Всё остановилось? Нет. Так что же это такое? Не знаю. Попробуйте вас слепому объясните по правде, что такое зелёный цвет, что такое синий, что такое голубой, что такое оранжевый. Объясните им, попробуйте. Только придётся на фортепиано нажимать клавиши. Говорят, понял теперь, какой цвет? Вот так. Так и здесь то же самое. Здесь мы говорим, говорим о том состоянии человечности, человечности во Христе, ради исцеления которого Он и пришёл. Оказывается, мы находимся вот в состоянии вот этой богооставленности, которой Христос и Христу было дано по человечеству пережить во всей силе. Во всей силе. Иначе невозможно было, невозможно было до этого совершиться акту искупления. Смертью смерть поправ. И вот здесь это предельное было уже испытание. Это предельное испытание, после которого наступила смерть уже, потому что больше уже некуда. Это предельное испытание богооставленности человечества. Вот что можно сказать. Человечество Христа. И без этого испытания человечности не могло бы быть никакого акта искупления как такового. Он же хотел пить, он же хотел есть, он же жаждал. Причём, не подумайте, какую он принял природу. Какую? Совсем не ту, которая была у первозданного Адама. Афанасий Великий этот столб православия воскликнул в негодовании на тех, которые говорили, что у Христа была плоть первозданного Адама, и он мог не есть, не пить, не спать и так далее. В негодовании воскликнул, да умолкнут говорящие, что тело Христово по природе было бессмертным. Да умолкнут с восклицательным знаком даже. Он был такой же по своей природе смертным, как и все мы. И вот это переживание богооставленности, человечности его, оно и вылилось вот в этот тяжелый возраст. Только и всего. Вот, что было. Но, еще раз говорю, нам трудно это понять, мы, ну, никак не можем понять. Как слепой не может понять того или иного цвета, так мы не можем этого понять. Многие вещи, которые выходят за пределы нашего опыта, мы можем, мы можем только принять, а не понять. Так же, как мы принимаем совершенно абсурдную вещь, о чем я уже говорил, что будто бы время по-разному течет у нас на Земле и где-то на Юпитере. Кстати, вы знаете, сколько мы живем по космическому времени? Вот и не знаете. Я сейчас вам скажу. Жизнь человека по космическому времени продолжается всего-навсего одну-две секунды. Как вам это нравится? Нет, нет, нет. Одну-две секунды. Это же мих. Ну, что мы поняли? Ничего не поняли. Ничего не поняли. Масса вещей, которых мы не можем понять даже вот в сфере этой материальной жизни. Что вы? электрон спрашивает, движется? Нет. Не движется? Нет. Стоит на месте? Нет. Меняет место? Нет. Так а как же да? Нет, вот, невозможно сказать. Всё нет. А что да? Нет слов, чтобы выразить. Вы слышите? Это в области материи, которую вы можете вот, потрогать, пощупать, изучать. И тут мы разводим руками. Нет слов выразить. А здесь мы хотим понять, как это во Христе соединено божество с человечеством. Не больше и не меньше. А электрона понять не можем. Вот так, пример. Уважаемый Алексей Ильич, по словам святых отцов способствуются лишним ноги. Как, зная это, и имея опыт безуспешной борьбы с рядом грехов, не потерять надежду, не впасть в уныние, сохранить мотивацию к спасению, ну и, в конце концов, спастись? Но об этом же я уже пытался говорить уже сегодня. Я уже говорил же, что подразумевать под спасением. Я вам открою сейчас тайну. Я тут всё знаю. причём вещь очень серьёзная. Очень серьёзная. Разбойнику справа Христос сказал, что сегодня же будешь со мной в раю. Слышите? А мы тарство куда ж делись? И этот убийца преступник и без мытарств? Это что такое? Обращали на это внимание? О, на это надо обратить внимание. Что вы? Мы имеем нечто, нечто настолько отрадное, что и слов даже нет выразений. Оказывается, каждый человек, который старается жить по-христиански, который искренне кавится как разбойник, вот тот правый. Так же услышит, сегодня же будешь со мною в раю. Тут же спасение, слышите? Спасение. А вот тот, кто этого не имеет, тот спасения не имеет. Какого спасения? Придётся, голубчик, не знаю, сколько пережить там. Помните слова Исаака Сирина? Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придётся перенести там. Слышите, оказывается, вот о чём идёт речь. Для христиан спасение уже открыто, вы слышите? Он спасается сразу, христианин, тот, кто искренне верит, сознаёт свои слабости, слышите? Не оправдывает их, а сознаёт их, сокрушается о них, кается в них, хотя и падает. Ныне же со мною будешь в раю. А вот для тех, кто видит себя праведника, вот для тех, бедняжки, для них-то придётся, придётся пострадать. Даже видите, какое-то спасение, когда придётся, знаете, идти в каталажку. Понятно? Тут уж спасение не назовёшь никак. Правда, после этого, да, после этой экзекуции, может быть, но всё-таки не очень-то это перспектива хороша. Вот можно вот так понять, вы слышите? Вот так можно понять, понять, вот это направление многих святых отцов, вы слышите? Многих святых отцов, о которых я сегодня упоминал, которые говорят, да, в конечном счёте, все, Бог будет всяческой во всём. Это как пишет апостол Павел, это никто не будет. В конечном счёте, Бог будет всяческой во всём. Да, но через что пройти-то придётся. Но для многих, ещё раз повторяю, ныне же будешь в раю без всяких мытарств, без этих искушений, без этих испытаний, без этих страданий. Это действительно спасение. Слушайте, раз, пройти это всё. Это действительно спасение. Вот так можно это понять. По крайней мере, вот так мне представляется, слышите? так мне представляется мысль тех святых отцов, их очень много, ещё раз вам повторяю, их много, мысль священных текстов, которые я вам приводил. Царствует ад, но не вечный над родом человеческим, то есть богослужебные тексты, литургические, которые говорят, вот что подразумевается под спасением. Сразу, без страданий, без этих переживаний, Господь спасает, а другим праведникам, в кавычках, вот им придётся познать свою праведность, насколько они праведны. Вот там придётся познать свою праведность. Самое страшное, самое страшное, что в человеке, это надо запомнить, это видеть себя праведно, видеть себя хорошим. приходится тысячу раз повторять одну и ту же фразу Феофана Затворника, и когда я её повторяю, у студентов у всех рот до ушей от восторга, потому что я непрерывно повторяю эту фразу, и они же все её знают на зубок, а фраза эта такова, сам дрянь дрянью, а всё твердит, не смея кожа прочие человечеловецы. Здорово, правда? Я не такой, как прочие люди. Вот оно, вот, для кого спасение оказывается далёким. Вот так. Ну вот, я ещё раз повторяю, так я понимаю мысль вот этих, вот этого направления святых отцов, которые прямо говорят об этом. Хорошо. Уважаемый Алексеевич, ряд вопросов связан с воспитанием наших детей, с проблемой выцерковления, с проблемой, которая возникает между родителями и детьми. Вы, как опытный педагог, может быть, скажете несколько слов в этом отношении. Вы воспитываете уже не одно поколение священников, и с ними гораздо сложнее порой бывает, чем с детьми, но подход вы умеете найти. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Да, замечательно, замечательно. Я-то, конечно, уж знаю. Нет, скажу вам, ничего не знаю. И как подходить к детям? Не знаю даже, с какого боку подойти. Это такой сложный народ, что, батюшка, я в ужасе даже, и я только сочувствую родителям. Скажу только одно, как мне кажется, и фразу, которую уже очень многие знают. Нельзя, будучи дьяволочком, воспитать ангелочка. Вот так. Надеюсь, всем понятно. Всем понятно. Спасибо. Вот такой вопрос вызвал ваш рассказ о фракийцах. У меня есть знакомая хорошая женщина, действительно хороший, добрый человек. Она родила одного сына, остальных детей она убила до рождения в результате аборта. Так вот, она говорила, что, убив своих неродившихся детей, она сделала им доброе дело, избавленных от земных учений, скорби и прочего, о чем плакали фракийцы. Что же получается? Она, ценуя своей вечной жизнью, спасла своих убитых детей от мучений и что не исключено от вечной смерти? Лукавый уловляется в лукавстве своем. Нельзя с помощью греха приносить добро. Это в таком случае давайте все преступления оправдаем. Да? Иуду оправдаем, который само Евангелие осуждает. которого сам Христос осудил. Горе, как Христос говорит, нужно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Сколько раз он говорит, об Иуде, лучше бы не родиться ему. Даже так говорит, что это за лукавство такое? Да. Что я, совершая преступление, этим сам дарю благо. Нет, нет такого, мы не знаем такого Евангелия. Может, Евангелие от Иуда Искариотского может быть только, а в нашем Евангелии таких истин нет. Преступление есть преступление, причем надо помнить и другое, и другое надо помнить, что мать и ребенок связаны единое тело, и каждый грех матери отражается самым сильным образом на ребенке. Это даже во внешней стороне и то римские патриции, когда жена была беременна, эту жену оберегали от всех некрасивых лиц, от некрасивых видов, от всяких раздражающих ситуаций и так далее. Окружали только красотой, порядком, благоуханием и так далее. Замечено было, что это очень сильно отражается на ребенке. Слышите? Но они смотрели, будучи язычниками, только на внешнюю сторону будущего ребенка и совсем мало понимали, что в еще большей степени духовное состояние матери определяет состояние ребенка. Страсти родителей поражают и детей. Да, ребенок не виноват. Он не виноват в этих страстях. Так же, как он не виноват, когда рожается глухой или немой, или хромой, или параличный. Страдает он? Да. Так же страдает и от страстей, которыми награждает его мамаша и папаша. Так же страдает. Поэтому да избавит Бога допускать такую лукавую мысль, что, будто убивая детей, я приношу им благо. О, Боже мой, какая великая жертва! Да избавит Бог от этого! Победить грех без благодатной силы причастия невозможно. Но как подойти к святой чаше, если нет уверенности, что завтра снова не согрешишь, несмотря на сегодняшние раскаяния? Как преодолеть этот замкнутый круг? Надо помнить же то, что произошло с разбойником. Почему он получил такие удивительные слова? Сегодня со мной будешь в раю. Что? Какие он добродетели совершил? Интересно. Что он доброго сделал? Ничего. Да и не мог он уже ничего сделать. Пригвождён уже был. Так и здесь. Причащается с пользой или как другой есть термин достойно. Достойно очень звучит. Вы знаете, достойно что-то звучит, у меня прям нос подскакивает к потолку. Да, поэтому я даже и боюсь слово произносить это. А причащается с пользой ни во вред себе, ни в осуждении тот человек, который действительно осознаёт, что, Господи, только по Твоей милости, только по Твоей любви, только по этому и по Твоей заповеди я подхожу к этому. Надо запомнить краткую фразу хотя бы. мерой достоинства причащающегося является мера переживания им своего недостоинства. И тот, кто действительно искренне переживает это своё недостоинство и понимает, что я, хотя сегодня и покаялся, что я осуждаю, но что я тут же только покаялся, и уже меня кто-то толкнул в бок, и я уже осудил. Я понимаю, весь больной. Не тронь меня ни с какой стороны. Ни откуда не прикоснись, ни к одной стороне моей душевной жизни. Я весь как ёжик. Фррр! Вот осознание этого, понимание этого, что я, к сожалению, я действительно не могу, но я, Господи, на тебя надеюсь, на тебя уповая, ты сказал, я стараюсь, насколько я могу. Вот это вот осознание, это, если хотите, смирение, как святые отцы говорят, это смирение. Подождите, я смиряюсь, я вижу, что я не могу. Так? Вот это чувство смирения и обращения к Богу, оно, оно делает меня способным к принятию причастия с пользой для своей души и тела. мера своего недостоинства, ощущение своего недостоинства является мерой достойного причащения. Вот что! Для этого мы читаем молитвы, чтобы вот немножко прочувствовать наставание этих молитв, это чувство. Поэтому мы держим какой-то пост перед причастием, усиливаем, усиливаем свои молитвы и прочее, чтобы хоть немножко смириться, немножко почувствовать на себя, покаяться. Ещё раз говорю, смириться. Вот где, где корень и основа, благодаря которой только действительно мы можем получить благодать, причащаясь. в противном случае мы слышим слова преподобного Серафима Саровского. Страшные слова. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Интересно, кому бы это захотелось? Он мягко сказал непричащенным, а апостол Павел говорит посильнее. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот даже как! Поэтому, поэтому, с одной стороны, нельзя, нельзя просто так подходить к причастию. Особенно умиляет, когда это ради праздника, например, в праздник причаститься. Ну, хорошо, у вас какая-нибудь там язва страшная, вам сказали, ни в коем случае, вам нельзя вот есть вот такую-то пищу. Нельзя. Вы можете себя расстроить абсолютно. А вам скажут, ничего, а праздник же в праздник можно. Как в праздник можно? Ничего не понимаю. Вот насчёт желудка себя, это мы понимаем, что нельзя. А насчёт причастия мы тут пожаловать с вами. Почему бы в праздник, да, и не причаститься, не понимая, что здесь дело ещё и гораздо более серьёзное. Поэтому вывод. Нельзя надеяться на то, что вот мы можем, знаете, святыми подойти. Нет, но мы можем подойти со смирением, с покаянием. И с этим чувством надо подходить. Причастие в великой силы, великая целительная сила. и избегать его никак нельзя, но и подходить нужно с благоговением, покаянием и смирением. О, между двух стоим пропастей. Это надо помнить. Знамения, чудеса, вещи и сны – всё это так или иначе, каким-то образом входит в жизнь любого человека. И как к этому относиться? Где грани? Как противостоять? Многие люди, читающие Священное Писание, иногда начинают усматривать, что Господь через сон явился одному или другому персонажу, описанному Священному Писанию. И человек стоит на грани. Может быть, и мне пора бы уже что-то такое видеть? Как различить это? В отношении этого есть вполне определенная мысль, святоотеческая мысль. Она такова. Первое. ни в коем случае не искать никаких ни знамений, ни чудес. Более того, избегать. Более того, даже если происходит какое-то что-то такое, какое-то видение или прочее, отказываться даже смотреть. даже если это истинное явление, говорят они, Бог не осудит тебя, если ты скажешь, это не мне. Я знаю, что мне Бог не может открыть такого, потому что я знаю себя, до чего я хорош. Понятно? Вот. Ни в коем случае нельзя. В отношении же тех вот отдельных действительно мест, которые мы находим в Священном Писании, опять они говорят. Бывают некоторые случаи, бывают некоторые сновидения, это очень редко, такие, когда Господь при этом даёт сильнейшее доказательство внутреннего порядка, что действительно это Божие явление, а не сатанинское. Если есть какое-то сомнение, оставьте. Если есть какое-то смущение, оставьте. И, наконец, последнее, что нужно сказать. Ой, как мы все ищем всяких знамей и чудес. Это какое-то сумасшествие прямо идёт. Извините, но действительно ничего больше не надо. Где? Что? Где потекло? Где на куполе ходит? Где что-то там ещё случилось? Ай-яй-яй! До чего мы дошли? Святые отцы решительно сказали в отношении всех явлений, которых мы не можем различить и не понимаем. И нет у нас оснований для принятия. Так запомнить надо всем, но всегда запомнить. их принцип таков не хули и не принимай. Я не знаю, что там произошло. Может, там что-то от Бога, а может, дьявольское искушение. Как быть? Не хули и не принимай. Ой, как трудно! Знаете, как интересно! Вот там, говорят, что-то произошло. Ой, ой, сейчас побегу. Как дети, понимаете, прям как дети. Ну, чтобы просить на детям, то никак не просить на взрослых. Не искать чудес, не искать знамени. Святые отцы, обратите, в конце концов, внимание на свою душу-то. Ну, что вы, какая своя душа? Вот там что-то, вы знаете, произошло. Мы всё время вне себя. Всё наше внимание вне себя. На себя невозможно посмотреть. Страшно! Страшно! Вдруг посмотрю и вижу то, чего мне не хочется видеть. Поэтому, если бегаем за всякими знамениями и чудесами, прошу, запомнить надо вот эту вот священную истину, которая нам очень пригодится много-много раз. Не хули и не принимай! секунду. Существенно,